Здравствуйте дорогие друзья, мы с вами в Баварии и, к сожалению, я хотел с вами съездить в железнодорожный музей, но он закрыт на полгода, реставрация какая-то идет, открывается раз в субботу, но мы приехали в воскресенье, так что не попали. Но я все равно хочу с вами съездить, тем более по пути, я хочу поехать в то место, где я нашел подходящее для себя жилье, и так как владелец находится в Англии пока, и неизвестно когда мы получим возможность это внутри посмотреть, но снаружи мы можем посмотреть сейчас и заодно прокатиться, скажем так, немножко по Аугсбургу. Я его не очень хорошо знаю, поэтому я включу сейчас навигацию, и мы с вами поедем. Вот мы выезжаем из дома, где живут мои сладкие внуки, очень сладкие. Так, и сейчас куда-нибудь пристроимся. Отсюда только единственное, на что очень плохо выезжать. Здесь сразу на дорогу мы выезжаем, и тут слева и справа только смотри. При выборе квартиры, при осмотре, скажем так, вы знаете, на что я обращаю внимание. Я обращаю внимание на то, какие фамилии на подъезде, и как обращаются люди с мусором. Если я вижу, что с этим все в порядке и нормально, то тогда можно смотреть квартиру. До этого ни в общем не надо. Местечко мне уже нравится, очень хорошее местечко. Так, единственное, я не знаю, куда поворачивать. На какой мы улице вообще находимся? Это вот интересно в Германии, чтобы понять, где ты находишься, на какой улице, да? Тебе надо пойти на перекресток, посмотреть, какая же ты улица, потом ходить, искать. Слушайте, она возле речки даже. Что-то я вижу лучше, чем я себе представлял. Секунду. Как я вам сказал, перекресток, теперь мы знаем улицу. Она называется Гольбицер-Штрассе. Хорошо. И, как я понимаю, мне надо это в Гольбицер-Штрассе один. И нам надо пройти вот сюда. Так. Здесь я вижу нечетное, значит, четное с этой стороны. Так. Но это еще не факт. Это надо будет еще поискать. Ух, как все в зелени. Ой, какая зелень. Вид чудесный, ребят. Ну, какой-то тут башни с часами. 10А. 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 Это 10А. Хорошо, 10А. 10А, 10А, 10А. Ну, ладно. Теперь пойдем с другой смотреть стороны. Там я не заметил или это пруд. Нет, не пруд, а ручей. Или это действительно небольшая речка. Мы вышли почти правильно. Вон стоит наша ласточка. А мы с вами пока пойдем вот сюда. Потому что мне это тоже очень важно. Посмотреть, что еще есть. Там уже это все очень хорошо. Так. Здесь я понимаю, так, железная дорога. Ну, что-то я не вижу, что тут часто по ней ездят. Они как-то, мало ли, подзапущены. Так. Смотрим, ребята. Так. Это дорожка для бегунов. И лесопедов, как я вижу, по следам. И я там вижу мост. Мы сейчас на этот мост и заберемся. Я не пойду на мост. И так уже понятно, да? Что это не глубокий, прекрасный такой. Ну, я не знаю. Это не ручей, конечно. Это какая-то речка, мне кажется, все-таки маленькая. Там он буруный есть. Здесь есть галечный такой пляж. То есть в двух метрах иметь пляж у меня, извините. Вон стоит ласточка. Садимся в нее. И поехали. Ну что ж, поехали назад. Вот, ребята, такие вот маленькие нестыковки с самого начала. Первое подозрение, что человек живет в Англии и тут сдает квартиру. Ну, бывает. Бывает. Редко очень, но бывает. Второе, что очень низкая цена. Настолько низкая, что она даже ниже моей квартиры в Боне. А в Аугсбурге она должна быть минимум на 200 евро дороже. Тем более, как вы видели в таком районе, в таком районе, при речке у порога, скажем так. Третье, я заметил, что те фотографии, их было 11, они не соответствуют типу дома. То есть, во-первых, на фотографиях есть эрка, здесь его нет, естественно. Во-вторых, это назван был портер, но это совсем не портер. Это первый этаж, второй этаж, двухэтажный дом. И еще, что тоже насторожило очень сильно, что на ящике не было фамилии ни того, кто давал объявления, ни самого этого владельца, представившегося Клаусом Гюнтером. Посему тут очень большое подозрение, что это просто попытка развода. Попытка развода заключается в том, чтобы просто следующее его письмо должно быть, что он скажет, что у него здесь никого нет, кто бы мог мне дать ключи, чтобы осмотреть. Но он найдет фирму, и этой фирме надо будет перечислить там кое-что, какую-то сумму они назначат. Как правило, это 2-3 квартплаты. В этом случае это 1200. И после этого они придут с вами на эту встречу, передадут ключи и договор, который вы можете подписать. Если вам не понравится, вам тут же вернут деньги. Вот такой план у мошенников. И я говорю, он рассчитан на людей, совершенно молодых, неопытных, которые отдадут эти 1200 евро, потому что им дадут родители, это студенты или еще что-то такое, которое действительно вот на такие штуки попадается. Но не взрослые, опытные волки, как я. По всему мы посмотрим за развитием событий, завтра уже должен быть ответ, и я вам уже расскажу, но практически 99% за то, что это обман. Попытка развести клиента на деньги. Ну а теперь давайте мы просто посмотрим немножко дорогу назад, красиво, включу музыку, и вот под эту музычку вы и посмотрите. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok